Всем доброе утро! Мы со Златиком проснулись, всех правда потеряли. Сейчас я планирую разобрать посудомойку. Вот, вам пока показываться не буду, я пока не готова сниматься. Вот, сейчас нужно это разобрать, вот это все дело загрузить, потому что... Ну, не все, что-то помою вручную, что-то загружу. Потому что, да, потому что слишком много вчера было посуды, и, естественно, все за раз не вмещается. У нас, если что, 60 сантиметров посудомойка, самая большая. Да, но нам ее частенько не хватает. Противень тоже хорошо помыть. Вот. Тут у нас цветочки стоят. Тут еще мамины есть цветочки, она вчера не забрала, но у нас много цветочков. Здесь цветочки, там цветочки, там цветочки. В общем, эти цветочки, но два букетика маминых. Сегодня я ей обязательно отдам, чтобы она все забрала. Ну, и сейчас я тут все разберусь, уберусь, и потом включусь, покажу вам, что же нам вчера подарили. Золотка у меня заснула. Как всегда, заснула на полу, я переложила на кровать. Сейчас приехали родители, точнее, они подъезжают. Я только что видела, что ворота открывались, и они приехали. Я немножко повелась в порядок, помыла голову. У меня волосы опять начали сыпаться. В общем, какой-то капец, надо идти проверяться, потому что у меня недавно было выпадение волос, и очень много выпало. А сейчас вот опять. Сегодня мама будет со золотой, а я буду работать с папой. Сегодня будут наверху разбираться. Плюс мне тоже нужно наверху разобрать до конца вещи, чтобы папа мог там работать. В общем, дел полно. Также я вам обещала показать подарочек. Пойдемте, тихонечку покажу вам, что мы подарили. В общем, брат с женой подарили нам вот такие вот бокалы, точнее мне. Шикарные большущие бокалы. Уж не знаю, что с них пить, но, наверное, вина чуть-чуть наливаешь, и так красиво, симпатично смотрится. В общем, красивые, крутые бокалы. Два бокала таких. Будем устраивать романтик. Надеюсь, найдем на это время. Как-то так. У нас тут везде цветочки стоят. Здесь. А, ну я показывала вроде, да? В общем, вот. Хочу порисовать. Ты хочешь порисовать? Тебе тоже такое надо было купить? Да. Ну да, хайдай, ну да, Икси. Ну да, Икси, перестань. Даш, не перестань. Твой там коробка? Смотри, какая коробка. Не спикай так. Ну да. Солтис. Да, вот здесь. Да и здесь. Ну хочет она там повозить, пусть поводь немножко. Так, вот так. Не больно. Нет, нет. Так слабо. Я. Я. Да. Ну да, 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 да. Ну да, да. Ну да, пожалуйста. Я же ей купила. Да, да, да. Ну да, да. Ну да, да. да потому что там уже раскраска картинка водой водишь и это вода это же для малышей ну дашь ну дай не дает не дает дайся не дает да златы у меня как бомжик одет иди ты должна дай пожалуйста ей порисовать ну да 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 ну да подожди дашку это прям сразу воде воде где воде по картинке смотри как даша водила и ты тоже води может там поводит потом там поводит по одной картинке поводит и по другой воде зла Ты играешь с Дашей? Хорошо, да, с Дашей играть? Я правда не даю. У нас сегодня воскресенье, мы все дома. Приехали уже из магазина, свозили Дашульку на спорт. Сами проехались по различным магазинам, по различным делам. Купили златкие обувь. Сейчас вам все покажу. Забежала я в Fixed Price. Куда мы еще забежали? Мы в детском мире были, в Leroy были. Вот так, там по мелочи купили. Кое-что тоже покажу. Продуктовый. Что еще? А, и Wildberries. Так что сейчас вам все покажу. Ну, вот такие небольшие наши покупочки. И заказик из Wildberries. И с одним заказиком Златка уже тут играет. Точнее, с одним товаром из заказика Златка у меня одета. Не очень. Дашулька тут. Дашуль, привет. Привет. Девчонки рисуют. У Златки, как обычно, бодик на колготках, потому что мы снимаем все. Все, что можем, все можем снять. Так, да. Даш, Дашуль. Дашуль, ты хочешь ее полтора года научить ручкой держать? Даш, тебя сложно было в семь лет научить, а ты хочешь ее полтора года. Ну, Даш, ну не надо. Она... Так. Даш. Вот такую мы купили водную раскраску для Златки. Да, Златусь? Нравится тебе раскраска? Нравится? Я хочу. Да. Вот такая раскраска водная. Да. Вадим. Раскрашивай дельфинчика, да? Тихо. Вот так. А вот, ты знаешь, что я на Валберсе заказала? Да. Еще на Валберсе я заказала маркеры. Это скетч-маркеры для племянницы заказала. Вот, еще хочу такие же для крестницы. И тут Даш тоже сказала, что у нее тоже, в общем-то, кончились маркеры. Что всем пристали писать. Вот. Похоже, придется еще и Дашке заказать вот такие вот маркеры. Треть шесть штук. На Валберсе, значит, заказала. Сейчас посмотрим, как это все будет дело выглядеть. Надо, кстати, их проверить. И, если все окей, заказывать еще. Вот так вот. Даша, иди посмотри, хорошие. Там, кстати, какая-то основа внизу. Кто? Вот, посмотри, как маркеры те. Вот такие вот маркеры. Сейчас я вам покажу подробнее. Вот такие цвета. Треть шесть. Вот ты считаешь. Вот. Как тебе, Даша? Что-то серых очень много. Да. Раз, два, три. Это типа, чтобы заставили мне фигуру, да. Но Лера, наверное, так не умеет. Ну, ничего, сегодня не умеет, завтра умеет. А там какая-то есть основа внутри. Да, у этой вот штучки там, какая-то пластиковая. У меня нет. У тебя нету? Здесь что-то такое там есть. Ну, видишь, что она какая-то? А, ну, там типа, это, наверное, содержалось. Ну, понятно, да. Она не достается? Доставай. Доставай. Нет. Достаётся. Нет? Нет. А, эта штука застынётся. Вон какая-то штучка. Перескладываюсь по цветам. Вот такие вот маркеры и вот такая вот штучка. А, она... А, тут сюда можно вставить, да не провалится. Такие вот. Будем вставить по цветам. Нет, так давай вначале туда-обратно убирай. Ты потом не просунешь вместе с вот этой вот. Так что внутри вот такая вот пластиковая коробочка. Такой органайзер пластиковый для маркеров. В общем, посмотришь там, как пишут, если всё ок, то я ещё закажу. Ещё хотела вам показать. Мне пришёл альбом из NetPrint. Вот, а NetPrint занимается фотокнигами и всё такое. И мне пришёл недавно вход на бесплатную книжку. Вот, я решила всё-таки сделать книгой, альбомчик для Азлатки. Вот, альбомчик, правда, очень маленький. Но всё-таки бесплатно. Но, правда, доставка там была 400 рублей. И в итоге я заказала две вот таких, сделала книжки. Она маленькая. Вот, сделала сама быстренько макет. Ну, как, относительно быстренько за пару часов, наверное. Но получился очень классный макет. Сейчас покажу. Вот, и решили подарить эти книжки бабушке с дедушками. Бабушкам с дедушками. Вот. Потому что, потому что я хочу нам всё-таки, наверное, чуть-чуть побольше. Она, конечно, тоже классная. Здесь, на самом деле, отлично всё видно. Вот. Но, вот, смотрите, как классно. Вообще, очень нравится макета. Тут очень красиво фотография смотрится. Там вообще классно. Вот. Прямо такое вот так начинается. Но нам, я, наверное, всё-таки хочу книжку такую посерьёзнее. Чуть-чуть побольше. И больше по количеству страниц. Потому что здесь я шла в последовательность. Та, в которой она росла. То есть, начиная от роддома. Потом выписка. Ну, вот это первые дни. Один месяц, два месяца, три месяца и так далее. Вот. И закончила я Кристинами. А Кристинами у нас были в... Сейчас скажу, сколько месяцев. Восемь месяцев, получается. В мае месяце. То есть, до года не хватило. Я бы хотела альбом закончить хотя бы вот годом, днём рождения. То есть, это было бы, знаете, логичней. Вот. Дашке я делала первый альбом. Ну, то есть, первый альбом у неё тоже был такой маленький. Но там просто первые дни. То есть, не привязаны ни до года. Но просто мои первые дни. Что-то такое. А здесь я бы уже сделала альбом такой полноценный. А Дашке я делала альбом очень классный. Вот. От роддома до трёх с половиной лет. Тоже такой классный, большой. Как-нибудь вам покажу. Вот. Это такая прям память. Очень-очень мне нравится. Смотрите, как красиво. Я вообще балдею, конечно, с таких книжек. Мне кажется, это очень здорово и это нужно. Но на самом деле ценник на эти альбомы, мне кажется, немножко завышен. Там фирма, в которой я печатаюсь, там, конечно, за те же самые деньги в печати намного получается дешевле. Но там нужно делать всё это в фотошопе. И это получается подольше. То есть, если эту книжку я весь макет быстренько сделала за вечер, там, конечно, будет чуть подольше. Но зато будет подешевле и побольше. И по качеству, мне кажется, печати всё-таки... Ну, печать хорошая. По качеству печати хорошая. Но мне не нравится, что, вот видите, она вот так вот не открывается нормально. Я потом покажу, как должна выглядеть хорошая книга, качественная. Но здесь ценник соответствующий. То есть, я, получается, заплатила... Должна была заплатить 400 рублей за доставку. Но так как я заказала две книжки, доставка у меня обошлась в 200 рублей. И, соответственно, сама книжка 600 рублей. То есть, я заплатила 800 рублей. Итого, если мы считаем две книжки, мне обошлись вот по 400 рублей. Ну, в принципе, нормально. Очень удачно нам удалось купить обувь для златки. То есть, за 500 рублей мы взяли сапожки. Такие простенькие, ничего особенного. Но я думаю, что нормуль как раз во дворе бегать. Может, даже хватит на садик. Вот здесь баечка внутри. То есть, такой... Ничего не вынимается. Все вот. Уже там проклеено. В общем, все супер. Цена огонь. Я помню, у Дашки были очень классные резиновые сапожки голубые. Очень красивые. Но они не сохранились. Так что купили новые. Тоже, кстати, 24 размера. Вот такие вот отхватили фирмы Tombi. Купили такие вот ботиночки. Как раз на весну. Кроссовочки такие, стененькие, модненькие. На самом деле, выбор был так себе. Они еще 800 где-то стоили. Ну, и я заказала для организации кукли. Очень классная вещь. Сейчас покажу. Это контейнеры для овощей. Да. Ну, ничего особенного. Но вещь, на самом деле, нужная. И я давно думаю, как организовать систему хранения овощей. И вот мне понравились вот эти контейнеры. Вот такие вот лоточки. Так, как у нас здесь? А, вот здесь такие штучки, которые вот так вот ставятся. То есть мы делаем такую этажерочку. Ну, вообще красота. Так, вот так вот она выглядит. И сейчас я освобожу там место и организую там здесь хранение. Картошки, лука, чеснока и, думаю, один контейнер. Так как мне больше для картошки и лука, для овощей больше не надо. Я хочу сюда положить запасы консервов. Потому что их тоже не хотите сейчас хранить. И мне кажется, это такой неплохой вариант. Ну, по крайней мере, этого все равно видно не будет. Главное, что все будет организовано. Ну, сегодня мы смотрели с мужем полку в ванной. И купили в итоге вот такую вот пластиковую полку. Куда-нибудь ее здесь повесим. Да, она страшненькая, обычная, пластиковая, дешевая. Стоит 155 рублей. Но выбирая между, знаете, вот этими металлическими, которые уже, ну, мы лично сто раз проходили. И, думаю, у всех это дома было. И потом это все дело покрывается ржавчиной, сыплется. В общем, этого всего не хотелось. Мне очень нравятся такие полки, знаете, которые вешаются на стекло душевой кабины. Черные, стильные, красивые. Вот, я думаю, что когда у нас появится в душе стекло, а сейчас у нас шторка, пока что временно, потому что стекло все-таки не бюджет, вот, то тогда мы купим хорошую полку. Ну, а пока временно вариант, чтобы куда-то складывать шампунчики, геля для душа, чтобы это все не валялось, как у нас сейчас все это стоит просто вот на полу, либо вот приходится убирать. Вот, и я думаю, что, естественно, она не очень уместительная, но зато стоит 150 рублей, знаете, и потом либо выбросить, либо просто там, может быть, куда-то пристроить, даже в том же, ну, гараже или не гараже, ну, в общем, для чего-то даже просто положить, поставить для какой-то мелочи. И потом, если она здесь не убьется, то, да. Ну, и за 150 рублей, знаете, потом не выкинуть, выкинуть не жалко. Ну, и мне кажется, все-таки смотреться это будет даже лучше, чем вот эта вот обычная металлическая, в общем, не знаю, мне не хотелось и металлическую, плюс на нее тратить деньги, как бы, ну, а потом, знаете, когда такую купишь, и потом думаешь, ну, вроде как и эту купил, неужели на что-то менять более хорошее, ну, типа, это пока пойдет. В общем, да. Поэтому пока будет такая полочка, а потом, когда уже дойдет до стекла, ну, точнее, до двери, перегородки, уже поставим, повесим хорошую, на которой тоже не нужно ничего сверлить, просто повесила ее на стекло, и все супер. Вот, а вообще, я сегодня еще подумала о том, что, ну, у меня вообще косметика здесь в ужасном состоянии хранится, я еще не буду вам показывать, какого. У меня сегодня появилась такая мысль, сделать сюда стильный какой-нибудь дерево из рейк таких, знаете, как вот алявы кей, есть наподобие вот такого же плана, в таком же стиле, сделать стеллаж самим, своими руками, его сделать летом. Вот, я обязательно посмотрю, подумаю, как это все сделать, и если я это надумаю сделать, обязательно сделаю на это дело видео, запишу вам, как я это делаю, как мы это делаем, потому что, естественно, я это одна не буду делать, будем делать девайсик вдвоем, но я думаю, что мы попробуем это сделать, потому что, мне кажется, это будет очень стильно и симпатично. Ну, единственное, что Злате тоже, это понравится идея, но, да, ну, здесь, в принципе, свободно она не ходит, поэтому закроем двери и, думаю, что ничего страшного, и, в принципе, полки можно сделать повыше. Вот, вставлю картинки, как я примерно это вижу, если найду что-нибудь интересное, то обязательно вставлю, ну, или хотя бы вставлю эту икеевскую попку, как она выглядит. В общем, я сложила овощи, вот, а еще коробка с нашими запасами сложила туда, просто пока покидала все, что мы купили про запас, там, макароны, мука, в общем, тут даже Златкина одна кашка есть. Ну, такое чисто, вот, периодически покупает муж, и вот уже скопилась целая коробка, просто сюда поскладывала, пока еще не знаю, куда это все девать. Вот, такой себе разбор, знаете, без верхних шкафов очень неудобно. Ну, здесь у меня тоже, вот, так смотрится вот эта вот этажерочка, но, слушайте, для овощей супер, это, мне кажется, так удобно, так здорово, вот. Здесь, конечно, у нас тоже полный хаос, вот такой шкаф, знаете, вот глубокий, без полок, очень неудобно, естественно, он тоже недоработан. Ну, вообще, мы сюда планируем такую выдвижную, планировали выдвижную такую корзину, сейчас уже не знаю, что у нас будет здесь, но, поживем, увидим. На этом я буду заканчивать это видео, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, обязательно оставляйте свои комментарии. Мы с вами увидимся очень скоро в новом видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok